Здравствуйте! В студии Елена Гончарова, в эфире Панорама Севера. Сегодня в шести регионах России из-за наплыва беженцев с Восточной Украины введен режим чрезвычайного положения. В нашу область с начала года приехало чуть больше тысячи человек. Как иммигрантов принимают в Архангельске? Об этом наш следующий материал. Елена Ягодкина и ее 16-летняя дочка Саша в Архангельске меньше недели. Есть временное жилье. Им помогли с продуктами и теплой одеждой. Но главное, девочки с инвалидностью оказывают и медицинскую помощь. Два года назад Саша перенесла операцию на сердце и должна находиться под постоянным наблюдением врачей. У нас такая сложилась ситуация. Начались военные действия. В городе неспокойно. Для девочки, у которой болит сердце, и когда смотрим и слышим все, конечно, ее надо было увезти. У нас воды не было полторы недели вообще. А сейчас воду дают раз в три дня, по часу. Бывают какие-то перебои с продуктами. Но это, наверное, все можно пережить, если мирное небо. В Архангельске мирное небо и невероятно добрые люди. Именно они помогли госпитализировать Сашу в областную детскую клиническую больницу. В отделении кардиологии она проходит обследование. Ребенок ранее уже был обследован в Киеве. И сейчас проходит повторное обследование для уточнения диагноза, подбора терапии. Там были ранние изменения. И сейчас для диагностики. В Архангельске сейчас работают три пункта сбора помощи беженцам Украины. Неоценимую помощь оказывают волонтеры. Они приехали, думали, что и у нас лето солнечное, только два дня тепло. А на самом деле они замерзли сразу же, потому что приехали во всем легком и летнем. И очень нуждались экстренно в теплых вещах. Поэтому мы постарались их экстренно обеспечить самым необходимым. А самое главное – любовь, внимание и забота. Елена ошеломлена отзывчивостью и добросердечием северных людей. Архангель – северный город. Но столько доброты и тепла мы получили здесь. Это необычно просто. Очень теплый прием. Очень теплый прием. Большое-большое спасибо всем архангельцам. Лариса Ковлешенко, Татьяна Горбик, Олег Ширяев, Владимир Орлов. Панорама Севера. Всем архангелогородцам, готовым оказать помощь беженцам с Украины, можно обратиться в отделение Красного Креста по адресу набережная Северной Двины, 98. Там же ждут и украинцев, которые оказались в нашем городе и нуждаются в поддержке. Другим темам. Муниципалитет города Архангельска продолжает работу по созданию дополнительных групп в детских дошкольных учреждениях. Так, уже в сентябре этого года три новые большие группы появятся на базе школы номер 68. Сейчас в помещениях ведется капитальный ремонт. На месте стройки побывала Екатерина Грициенко. Во дворе детского сада при 68-й школе птицы свили гнездо. А вот гнездышко для дошколят станет уютным только к сентябрю. Уже сейчас на первых этапах видно – работа предстоит грандиозная. Здесь вообще давным-давно не было такого грандиозного ремонта, потому что здесь была у нас школа-сад, то есть здесь занимались дети до девятого класса. И в этом году мы решили, что займем эти классы, потому что детей мы теперь к себе забираем в школу на гидролизной. Займем эти классы и откроем группы дополнительные для маленьких ребяток. Замена полов, окон, отделка стен и потолков – полное обновление сантехники. По словам исполнителей работ, выделяемых муниципалитетом, средств хватит на все. Сейчас эти помещения наполняют шум строительных инструментов, но уже в сентябре его сменит звонкий смех дошколят. Заявки на поступление детей в группу уже подали 30 родителей. Всего здесь будет организовано три новых группы. Две для малышей 11 и 12 годов рождения, а одна группа для ребят от трех лет. И в стенах садика станет больше на 60 ребятишек. Екатерина Грициенко, Ольга Красулина, Панорама Севера. В агентстве по печати и СМИ Архангельской области прошла пресс-конференция, посвященная внедрению в Поморье инвестиционного стандарта. Апробация стандарта прошла в 2012-м, после чего было принято решение о внедрении механизма во всех субъектах федерации. Контроль внедрения инвестиционного стандарта обеспечивает независимая экспертная группа, в которую входят представители бизнес-сообщества Поморья. Инвестор должен прийти в единое окно и сказать, условно говоря, что у меня есть интерес в Лешаконском районе построить деревообрабатывающий комбинат небольшой. Обратившись в это единое окно, условно говоря, через какое-то время, допустим, месяц, ему в первом приближении приходит ответ, что точка подключения к электроэнергии здесь, тепло здесь, тариф, условно говоря, от Лешакони до Москвы составляет такой-то железнодрожный, транспортный и так далее. Более того, мы вышли с предложением внедрить муниципальный стандарт. То есть, когда главы районов будут также участвовать и бизнес будет оценивать их. На сегодняшний день в Архангельской области выполнено 9 пунктов стандарта. Остальные должны быть исполнены до конца года. 10 июля отмечается День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении в 1709 году. А какие еще, на взгляд архангелогородцев, самые значимые, судьбоносные события, которые повлияли на ход истории нашей страны? Об этом узнаем из традиционного опроса. Огромное значение война имела в виду в нашей истории. Приход Романовых изменил все, переворот. Европа, европейские каноны, европейская жизнь. Все ушло. Все не так, все плохо. Значимые события, то, что происходит в стране в данный момент, это, по-моему, значимо для всех. А то, что самое такое яркое событие, это, естественно, победа. Победа в великой честной войне. Петр I, когда пришел ко власти, он начал делать европейские стандарты какие-то. Моду европейскую вел, состригал бороды. Перестройка, как она повлияла. 91-й год, события все 20-го века. Приход к власти на кредит. Владимира Владимировича Путина, нашего уважаемого президента, тоже повлияло на развитие России. Россия настолько богата, что здесь вот каждый год практически как-то влияет на историю страны, на нашу с вами жизнь. В продолжении выпуска новостной дайджест, коротко о главном. Начался прием заявок на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России-2014». Его участником может стать любой молодой бизнесмен в возрасте от 14 до 30 лет. Традиционно конкурс проводится в два этапа – региональный и всероссийский. В Архангельской области заявки на участие принимаются до 1 октября 2014 года. В этом году победители конкурса будут определены в 11 номинациях, среди которых «Успешный старт», «Социально ответственный бизнес», «Студенческий бизнес», «Инновационный бизнес», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг» и другие. Продолжается прием документов на конкурс «Лучшие предприятия года Архангельской области». Конкурсная документация принимается до 1 августа по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства в министерстве по адресу Архангельск, проспект Троицкий, дом 49, кабинет 465 и в офисах Архангельского регионального бизнес-инкубатора. Телефон для справок 42-14-53. В Архангельске 2 августа в день воздушно-десантных войск в 12.30 на площади мира начнется концерт вокально-инструментального ансамбля «Крылатая пехота». Он был создан 20 лет назад в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище под названием «Воздушная академия». Корректив формировался из числа курсантов училища. В составе коллектива сегодня 5 человек. Ансамбль неоднократный победитель различных всероссийских и международных телевизионных фестивалей-конкурсов патриотической песни. Набережная Северной Двины – историческое место основания Архангельска. Неотъемлемой частью береговой панорамы является почти трехметровый монумент. Конечно же, речь о памятнике Петру Первому. Кстати, сегодня он отмечает столетие со дня открытия. Марк Антокольский изобразил Петра Великого в момент Полтавской битвы. Примечательно, что постамент скульптурой изготовили из серого гранита монахи Соловецкого монастыря. 27 июня 1914 года состоялось торжественное открытие памятника. А в 1920 году статуя была сброшена с постамента, как металлическое изображение гидрокапитализма царя. 13 лет скульптура лежала на берегу, после чего была перемещена в фонды краеведческого музея. И только в 1948 памятник был воссоздан на нынешнем месте. Точно такие же статуи Антокольского есть и в Петергофе, Таганроге, Петербурге и Шлиссельбурге. А теперь о новых достопримечательностях столицы Поморья. К сотням обычных скамеек, установленных по городу, добавились особенные – туристские. Всего их 10. Расположены они вблизи главных магистралей города – Тройского проспекта и улицы Воскресенской. Каждая из таких скамеек станет настоящим гидом для всех, кто планирует отправиться в путешествие по Архангельской области. Они рассказывают, дают информацию о турпотенциале области. У нас есть QR-код, у нас есть ссылка на сайт, туристический портал Архангельской области. И можно, сидя на скамейке, просто сразу зайти с помощью гаджетов мобильных и узнать о каких-то достопримечательностях, о точках, о культурном, историческом наследии, природном, о достопримечательностях, о нацепарках, гостевых домах. То есть вся информация, которая скомпилирована на сайте, можно получить ее прямо не сходя со скамейки. Также есть адреса, контакты наших сотрудников, которые в любое время суток готовы пообщаться, рассказать. Абсолютно бесплатно, подчеркиваю, о достопримечательностях. Туристский информационный центр объявляет конкурс «Подарки в обмен на туристские скамейки». Необходимо первым найти адреса всех десяти скамеек, сфотографировать их и прислать с ним электронную почту, адрес которой вы видите на экранах. Победителей ждут ценные призы. Абрамовская пинежи глазами художника Владелена Батюкова представили сегодня в архангельских гостиных дворах. Добродушный славянин с голубыми глазами – так говорила художник и его друг Федор Абрамов. Писатель считал главным талантом Владелена Батюкова умение видеть красоту и воссоздавать ее на своих полотнах. Они познакомились в середине 70-х прошлого столетия, но крепкая дружба связала их на всю жизнь. Создано несколько работ, связанных с именем Федора Абрамова, с его личностью. Есть у него такие работы, в которых они как бы иллюстрируют произведения Федора Александровича. Пинежская природа – главная тема творчества художника. Путешествие на лодке по рекам Юлая Покшинга он делал многочисленные этюды. Они послужили материалом для будущих картин, которые стали содержанием выставки «Мое пинежье». Вот дочке мы пришли, вот она многого не видела, но хочется показать то, что они должны сейчас это помнить, знать, видеть, не забывать. Знаменательно, что выставка «Мое пинежье» открылась накануне юбилея Федора Абрамова и стала настоящим подарком художника родному краю в год культуры. Увидеть выставку можно будет до начала сентября. Инга Швецова, Ольга Красулина, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 12 июля на острове Краснофлотский стартует рок-фестиваль под открытым небом остров. Это главное событие северного рок-н-ролльного лета. Участников и гостей фестиваля ждут выступления гигантов рок-сцены и лучших музыкальных коллективов области, а также разнообразные шоу-программы. Смотрите самые захватывающие и увлекательные приключения этого лета в Поморье на телеканале ПС. Прямая трансляция фестиваля «Остров» начнется 12 июля в 12 часов. 13 июля на стадионе «Труд» состоится финал и награждение чемпионата Архангельской области по теннису. Прямую трансляцию этого мероприятия можно посмотреть на телеканале ПС. Начало в 14 часов. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». А в Дворце спорта профсоюзов продолжает работу выставка продажи шуб знаменитой Пятигорской фабрики «Фламинго». Богатый ассортимент и качество оценила и наша съемочная группа. Практичный, долговечный, удобный в носке и просто элегантный и красивый. Это все о мутоне. Изысканные шубы из этого любимого многими меха представлены на выставке-ярмарке прославленной Пятигорской фабрикой «Фламинго», которая работает во Дворце спорта профсоюза в Архангельске в эти июльские дни. Большой ассортимент, разнообразие моделей, широкий размерный ряд. От 40-го для миниатюрных красавиц и до 70-го для солидных дам. Любая, даже самая взыскательная модница найдет шубку по душе. Вот эта шуба приятного сливочного цвета с кожаной отделкой по спинке подчеркнет вашу индивидуальность. В ней будет легко и комфортно. Универсальная модель. Мутон на этой шубке играет переливами, а кожаный пояс подчеркнет талию. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, подойдет невесомая шубка с капюшоном из мутона-астрогана. Это облегченный вариант стриженого меха, который сейчас на песке моды. Роскошная шуба для шикарных женщин. В такой действительно почувствуешь себя настоящей королевой. Вы цените изысканность? Возможно, вам понравится шубка с отделкой из каракуля, украшенную декоративными пряжками. А удобная укороченная модель автоледи актуальна всегда. Двигаться в такое одно удовольствие. Есть еще один весомый аргумент заинтересоваться шубами из мутона. Это цена. Она вас удивит настолько, что вы вместо одной шубы порадуете себя парочкой обновок. Милые дамы, если вы давно мечтали о новой шубке, то совершить долгожданную покупку лучше именно летом. Знаменитая пятигорская фабрика «Фламинго» представляет именно сейчас летние акции, скидки и кредит на выгодных условиях без первоначального взноса. При себе достаточно иметь только паспорт. Все для вас, дорогие северянки, чтобы вы оставались самыми красивыми. Выставка продажи шуб пятигорской фабрики «Фламинго» работает с 8 по 13 июля по Дворце спорта профсоюза в Пархангельске с 10 до 19 часов. Зимний подарок по летним ценам. Елена Гончарова, Руслан Симушин, Панорама Севера. Ветераны за активный образ жизни. По крайней мере, заслуженным представителем регионального управления исполнения наказаний сидеть на месте не приходится. Хотя именно этим они и занимались, но с пользой для дела. Соревнования по рыбной ловле, которые как раз и объединили активных пенсионеров, прошли в Холмогорском районе. Провести день на свежем воздухе и попытать рыбацкое счастье в Холмогорский район приехали 7 команд, представляющих исправительные учреждения Архангельска. К соревнованиям по рыбной ловле участники готовились несколько недель. Подбирались снасти, удочки и прикормку. Основная задача – это две. Первая – организация дозрых ветеранов. Вторая – чтобы они встретились, пообщались, спорить молодость, свою работу. И они очень всегда ждут эти мероприятия, довольны всегда. Хорошая компания старых друзей, замечательное настроение и отличный клёв. В такой атмосфере прошла рыбалка. Несколько часов пролетели незаметно. Пришло время подвести итоги. Ветераны исправительной колонии номер 12 в очередной раз стали победителями соревнований. Второе место разделили команды управления и Архангельской воспитательной колонии. Третьими оказались участники из следственных изоляторов номер 1 и номер 4. Артемий Заварзин при содействии Пресс-службы Увсена России по Архангельской области «Панорама Севера». Далее о курсе валют на 11 июля. По данным Центробанка на 11 июля. Доллар США 33 рубля 84 копейки. Евро 46 рублей 16 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работала Елена Гончарова. Всего вам самого доброго и до встречи. В Вельске 11 июля ожидается ясная погода плюс 19 градусов. В Котласе переменная облачность плюс 18. В Мирном без осадков от 15 до 19 градусов. В Новодвинске малооблачно до плюс 21 градуса. В Архангельске в пятницу без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов. Днем от 19 до 21 выше ноля. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова